привет дорогой друг приветствую тебя во втором уроке видео курса анимация с программе adobe h-animate меня зовут федор васильев поехали итак вы должны были установить программу adobe h-animate давайте запустим ее перед вами должно быть вот такое вот окно огромный минус с этой программы что она англоязычная она не русифицированная но это не помешало мне создать крутые анимации хотя я английский язык знаю плохо и первое что надо сделать кликаем вот по create nav и перед вами должно быть вот такое вот окно на данный момент времени когда я записывал эти видео уроки версия программы у меня 2014 1 1 и заглядывая вперед чтобы придать вам немного интриги смотрите что в итоге я смог сотворить в этой замечательной программе я решил сделать анимацию но это как бы анимированная шапка например для сайта известных мультфильмов lunetunes вот если я обновлю страницу вам наверно не будет слышно но там играет музыка из lunetunes вот так вот выскакивает персонажа обратите внимание птичка улетел вниз за ней прыгнул код сейчас код поднимет голову птичка улетит вот таким вот образом немного вверяет хвостом то есть я как бы нашел каждого персонажа отдельно в фотошопе отрезал мультичасти которые в итоге потом анимировал в программе adobe h-animate все персонажи мультфильма анимированы глаза моргают кто-то разговаривает головой качают и так далее в будущих уроках этого в рамках этого курса мы обязательно я вас пока я вам покажу как это я все реализовал следующий пример последняя моя работа полностью готовый сайт основная анимация то есть это вот этот человек макет человека сайт это анатомия мышц основная анимация была сделана как бы в программе адобе h-animate но потом я перенес готовую анимашку в программу adobe muse кто не знает эта программа создана для того чтобы человек мог без знаний программированию человек смог создавать одностраничные сайты по-другому лендинг пейдж то есть они эти программы h-animate и adobe muse они интегрируются друг друга в будущем я планирую сделать видео курс по программе adobe muse но немножко отвлеклись значит как устроена эта анимация что в итоге вы тоже сможете добиться просто поймете принцип как здесь все реализовано а потом это сможете применить в своих идеях например вот человек вот придут кнопочки с названием мышц если кликнуть по мышцы идет анимация подсвечивается мышцы подсвечивается кнопка тем же цветом черные указатели идут и появляется вот такая как бы кнопочка смотреть видео видео инструкции по мышцам если кликнуть в новом окне идет тут уже видеоролик да ну и принцип всех кнопок здесь абсолютно такой же то есть по крестику закрываем анимация играет обратно например прямая мышца вот такая вот прикольная анимация была реализована и так далее тут по каждым группам мышц эту анимацию в будущих уроках я обязательно с вами разберу вы сможете повторить то же самое возвращаемся в программу и так после того как мы вот открыли программу у нас перед нами есть вот белое такое пространство hold stage он отображается вот здесь сразу запомните все что мы будем делать вся анимация она будет находиться в рамках вот этого белого холста все что предметы там фотографии какие-то элементы графические если они будут находиться за пределами вот этой белой области они не будут отображаться то есть вся анимация у нас мы будем компоновать вот в этой белой области и для этого вы должны заведомо знать что вы делаете то То есть в самом начале нужно задать ширину и высоту нашего холста. Это сделается вот здесь в левой части. Мышкой наводим. Можно если просто кликнуть и на клавиатуре набрать цифру. Либо вот мне удобно просто мышкой я зажимаю мышь и тяну влево или вправо. И обратите внимание, мой холст увеличивается или уменьшается. Так же и здесь. Давайте уменьшим. То есть видите, она уменьшается. То есть, например, вы хотите сделать баннер для своего сайта, анимированный. Соответственно, вы должны знать размеры вашего баннера, подготовить размеры. Узнать на вашем сайте какой ширины блок, какой длины хотите делать баннер. То есть сначала подгоняете размеры здесь, а потом уже сюда накладываете всякие графические элементы баннера. Задаете ему анимацию и так далее. Мы все с вами это пройдем потихоньку. Программа сама, в принципе, не такая сложная. Здесь не так много элементов, как, например, в Photoshop или After Effects. Так, и давайте попробуем создать простейшую анимацию. Значит, берем, кликаем мышкой вот по этому инструменту и рисуем круг. То есть я зажимаю мышь на нашем холсте и тяну. Чтобы у нас был круг пропорциональный, зажимаем клавишу Shift. Отпускаем мышь. Сейчас мы просто нарисовали круг. Мы можем его вот так двигать. У нас пока нет никакой анимации. Вот еще что интересно. Видите, да, я двигаю и видите, где-то фиолетовая направляющая автоматически показывает центр. То есть эта программа автоматически вам указывает. Давайте перед анимацией познакомимся с цветом. Вот он у нас серый. Как ему изменить цвет. Мышкой, значит, идем вот сюда. Кликаем. И здесь выбираем цвет. Так. Дальше. Нашему кругу можно придать рамку. Выделяем наш круг. Смотрим вот сюда, где написано Color. Цвет. Вот здесь Non. Нет стоит, да. Из списка выбираем Solid. И вот сейчас, если видно, черная такая рамочка есть. Рамка у нас рядом. Вот здесь. Выбираем рамку. Белую мы не увидим. У нас белый Stage. Давайте возьмем какой-нибудь синий. Или зеленый. То есть просто за полулунки тянем. Так. Также напротив вот этого Solid, да, то есть эта рамка у нас. Вот здесь стоит единичка, один пиксель. Это толщина этой рамки. Также тянем мышь. Или также кликаем и выставляем здесь проценты, да. Пиксели, то есть. Вот таким образом мы получили такой круг. Соответственно, вот эту вот рамку и цвет, и появление толщины этой рамки, это можно сделать все анимировано. А не просто вот я подготовил статичный вот этот круг, да. Чтобы вы знали, это все можно анимировать. Наш созданный круг, эллипс, да, он также отображается здесь. И также отображается вот здесь, на шкале времени. Анимация будет у нас происходить вот здесь, на шкале времени. Здесь в элементах можно, видите, по глазику отключать. Или, например, чтобы элементов у вас много будет здесь, чтобы друг на друга они, например, лежат, чтобы они не мешали, можно ставить замочек. Ну, кто с фотошопом знаком, здесь очень похожая ситуация. И мы не можем воздействовать на него. Отпускаем замочек. Также, смотрим, а теперь в левую часть, что можно сделать еще с этим кругом. Вот это прозрачность. Также можно анимировать, чтобы вот так прозрачность, он плавно появился. Да, и вот еще что, если это нужно, наш стейч, то есть наш холст, рабочую область, ей тоже можно менять цвет. Там, где мы двигали с вами, вот ширину и высоту, вот здесь так белый. Можно вот этим пузунком сделать его прозрачным. Здесь он будет серым, но в браузере здесь будет как бы просвечивающая область, ничего не будет видно, если это нужно. Вот. Или можно задать цвет нашему стейч, то есть нашему холсту. Ну и, соответственно, вот это перечеркнутое, это рамка. Можно и рамку еще сделать, так же, как и нашему эллипсу. То есть вот этому кругу, да? Так, давайте попробуем сделать первую анимацию. Тянем, значит, эллипс мышкой, например, убираем в сторону. На рабочей области его не видно. Мы видим его как бы рядом, да? Чтобы просмотреть, как будет выглядеть у нас исходно в браузере, нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl-Enter. И мы увидим наш холст без нашего эллипса. Как я и говорил, чтобы анимация у нас заработала, в первую очередь нужно обратить внимание вот сюда. Вот эта кнопочка, она вот так вот может быть отключена. Она должна быть у вас включена. И вот эта тоже. Это Auto Keyframe Mode и Auto Transition Mode. И еще у нас есть вот такой вот PIN-инструмент. А если эти инструменты сразу так все включить, то есть PIN появляется вот здесь вот на ползунке, чтобы анимация автоматически вот здесь прописалась на шкале времени. То есть сначала, вот я беру мышку, сжимаю сам ползунок. Обратите внимание, я беру именно ползунок, а не PIN. Можно и PIN двигать. Если вы будете двигать PIN, анимация будет играть как бы в обратную сторону. Сейчас я покажу, как это выглядит. Нам нужно, чтобы круг у нас вылетел сюда. Так? Например, в центр. Мы, значит, выбираем, за какое время вы хотите, чтобы он... Сколько секунд должна играть анимация. Чем дольше вы выставляете секунд, тем, соответственно, будет дольше двигаться наш круг. Выставим, например, в одну секунду. Теперь, обратите внимание, я зажимаю мышкой наш круг, тяну его в центр, отпускаю. И сразу же, вот здесь вот на шкале времени, видите, зеленым прописывается анимация. И теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот здесь вот нажимаем на кнопочку PLAY. А вот таким вот образом у нас выезжает наш круг. Ровно одну секунду. Теперь я вам покажу, как действует PIN в обратную сторону. То есть, чтобы удалить анимацию, я кликаю. Вот так вот выделяю. Правой кнопкой и DELETE. Теперь я двигаю круг нашу середину. Также зажимаю PIN опять. И теперь я тяну PIN на одну секунду. Теперь беру наш эллипс и тяну назад. Также прописывается здесь наша анимация. Давайте нажмем PLAY. И получается тот же самый эффект. В некоторых случаях он, вот эта вот сама вот как бы обратная анимация, бывает очень полезна. Вы с опытом поймете, как бы, всю прелесть вот этого обратного эффекта. Мы, по сути, получили одно и то же. Но в некоторых случаях бывает такое, что вы выстроили, вот у вас, например, сложный фрагмент, например, кусочки персонажа, который весь анимированный. И вы уже его на холсте разбросали аккуратненько. Он у вас уже весь сложный, как мозаика. И вам нужно, чтобы какая-то часть анимировалась так, чтобы она встала в то же самое место, куда вы все это выровняли. Соответственно, вот эта вот обратная анимация, она как раз здесь хорошо спасает. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть в браузере. Нажимаем CTRL ENTER. И мы видим, как наш круг выскочил. Также вы можете вот навести на край вот вашей анимации. Давайте уберем вот этот ползунок. Например, вы хотите ее вот таким вот образом ускорить. То есть вы уменьшаете время, и она быстрее вылетает. И, соответственно, в обратную сторону. Можно выставить 3 секунды. Она будет двигаться, видите, гораздо медленнее. В принципе, здесь как бы на первом этапе не должно у вас возникнуть сложностей. Теперь, обратите внимание, она у нас вот просто вылетает, да? С обычной скоростью, вот. Как бы, ну, ничего интересного, да? А как вот ей, например, задать эффект, чтобы он, например, выскакивал? Есть такой эффект, называется BOUNCE. То есть эти эффекты, они у нас расположены вот здесь. Здесь кликаем. Вот эти линии показывают, как идет анимация. Вот ровная прямая линия, она идет по умолчанию. То, что мы сейчас видели. Как вылетает наш эллипс. Вот кликаем по этим названиям. Это название анимации. Смотрим, как меняется наша линия. Конечно же, чтобы увидеть в полной красе, вам потом придется поиграться тут, посмотреть, как анимация, как себя ведет. Вот эффект, о котором я говорил. BOUNCE. Видите, он пам-пам-пам. Как будто прыгает мячик, да? То есть выбираем анимацию, два раза по ней кликаем. На маленькой иконочке, видим, у нас изменился на графике вот этой линии, да? И давайте посмотрим, что у нас получилось. Нажимаю PLAY. Вот такой вот эффект. Давайте еще раз. Так, но в нашем случае он не очень подходит. Давайте попробуем что-нибудь еще. Есть немножко другие эффекты, похожие на этот. Тоже называется BOUNCE. Вот это уже поинтереснее, видно, да? Как будто выскакивает, прыгивает, попрыгивает и останавливается. Так, давайте теперь немножко усложним нашу анимацию. Сделаем так, чтобы она не просто вот выскакивала, а чтобы она еще выскакивала из прозрачного. То есть начиналось, немножко ее было видно, а потом вот ее было видно вот в таком виде, да? Давайте изменим эффект. Что-нибудь попроще. Этот эффект выскакивает резко, а в конце немножко тормозит, если вы видите. Так, что мы делаем? Мы, значит, ползуночек ставим в 0 секунд. Смотрим в левую верхнюю часть. Прозрачность у нас тут. Кликаем вот по этому квадратику. Это создаст ключевой кадр. Он появился с нами вот здесь. У нас вот здесь. Опасити. Теперь тянем ползуночек в 0. То есть на старте у нас сейчас полная прозрачность. Дальше ставим пин. Вытягиваем в конец нашей анимации. То есть тут в 1 секунду. И просто ползунком ставим 100%. Не прозрачный. И у нас, как вы видите, внизу прорисовалась анимация. Опасити. Видно вот здесь вот от 0% до 100%. Если я медленно поведу ползунком, то будет видно, как он исчезает. Давайте проиграем анимацию. Легкая вот такая прозрачность. Чтобы ее было лучше видно, давайте увеличим длительность анимации на 3 секунды. Видно, да? Он как бы из прозрачного появляется. За этот ползуночек можете просто уменьшить. Если у вас не умещается в мониторе. Так, теперь давайте сделаем так. Вот у нас эллипс вылетел. Немножко повисел в середине. И улетел, например, наверх. Как это сделать? Ну, давайте немножко отступим. Чтобы вот он повисел, как бы вот будет без анимации. То есть вот она играет. Немножко проиграет здесь. И скажем, вот отсюда улетает вверх. Мы включаем с вами пин. Тянем за ползунок сколько мы хотим, чтобы он по времени двигался. Я беру произвольное время. А теперь мышкой зажимаю наш эллипс и тяну его наверх. За пределы нашего холста. Обращаем внимание на шкалу времени. У нас прописалась анимация, да? Теперь давайте поставим ползунок с самого начала. Отключим пин. Чтобы он нам не мешал. И посмотрим всю анимацию целиком. Вот она вылетела. Немножко повисела. И вверх ушел. Наш эллипс. Давайте также сократим вот эту анимацию, чтобы он побыстрее улетал. И здесь можно также каждой анимации задавать свой эффект. То есть тут у нас эффект вот такая вот дуга. С плавным торможением, да? Выделяем вот так мышкой, кликаем по анимации. И этой анимации мы сейчас зададим другой эффект. Ну давайте вот такой. Возвращаем ползунок в нулевую секунду. И просматриваем анимацию. Оп. Вот таким вот скачком он улетел. Давайте проиграем конец анимации. Оп. Видно, да? То есть он как бы подскакивает, да? Или что-то другое подобрать. Например, вот такую анимацию. Оп. Видно, да? Получается просто обалденно. Вот таким вот образом. Также теперь давайте попробуем сделать, чтобы он отскакивал, но и так же исчезал. То есть он у нас появляется из прозрачного в полный свой цвет, да? Давайте здесь сделаем то же самое. Значит, ползунок ставим на начало нашей второй анимации. Выделяем наш эллипс. Возвращаемся в знакомую уже панель Опасити. Ставим, значит, ключевой кадр. Опять же смотрим, вот он у нас тут появился. Ставим прозрачность на... Точнее здесь у нас прозрачность 100. А на исчезновение, вот двигаем, значит, заползунок наверх. И ставим здесь тоже ключевой кадр. А здесь опускаем его на ноль. У нас прописалась, видите, да? Анимация. Давайте проиграем. Видно, да? Появляется из прозрачного. И так же ускакивает в прозрачный. Исчезает. Итак, урок получился достаточно длинный. Давайте последнее, что я хочу сделать в этом еще уроке. Так же, если хотите удалить анимацию, выделяем ее. И delete. Хочу вам показать, как, например, вот проиграл у нас анимация. Давайте сделаем ее побыстрее. Проиграл анимация. И после этого, например, рамка как бы уезжает на нет. Здесь можно тоже анимировать, как я уже говорил. Обращаю внимание, что когда мы создаем анимацию, обязательно должны включить вот эти два параметра. Пин мы используем в некоторых случаях, но вот эти два должны быть включены. А в отключенном состоянии они только нужны, например, если вы хотите что-то двигать на вашем холсте. И при этом, чтобы не создавались ключевые кадры, не создавалась анимация. В таких случаях здесь все отключаем. Включаем их обратно. Возвращаемся в левую часть нашей программы. Помните, у нас вот это вот ярко-зеленое. Это у нас рамка. Ставим ключевой кадр. Здесь нам понадобится пин. Включаем. А значит, двигаем за наш ползунок на шкале времени. И у нас рамка, как вы помните, 20 пикселей. Тянем ее на 0. И видно, да? У нас на нашем стейдж, какие происходят изменения. То есть, это уже анимация. Вот проиграла, видите, да? И рамка ушла на 1 пиксель. Лучше ее сделать, например, сразу на 0, да? Ставим здесь просто 0. И закрываем. Теперь у нас она уходит до 0. И при этом, например, мы сейчас еще сделаем для того, чтобы развить вашу фантазию. Одновременно с исчезновением рамки наш красный эллипс будет менять цвет. Ставим, значит, наш ползунок в конец нашей основной анимации. Также здесь включаем пин. Просто двигаем наш ползунок теперь на тот же уровень. Кликаем по красному. И выбираем в тот цвет, в который вы хотите, чтобы произошла смена цвета, да? Например, вот такой оранжевый. Кликаем в пустую область. Так. И у нас все получилось, да? Давайте проиграем. Видно, да? Как бы перешло у нас такое оранжевое солнышко. То есть все, что вы тут можете придумать, можно использовать. В итоге потом тут можно, например, добавить глаза. Сделать, чтобы они моргали. Это все мы с вами пройдем в будущих уроках. На этом я заканчиваю этот урок. И увидимся в следующем.